Двое детей умерли от кори в Казахстане. Летальные случаи зафиксировали в Астане и Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила главный санврач страны Айжан Исмагамбетова. Вспышка инфекционного заболевания, по ее словам, отголоски пандемии ковида. Тем временем Сенат одобрил изменения в устав ОДКБ, которые касаются биологической безопасности. Обо всем по порядку. Далина Сипова. Эпидситуация с корью в стране остается неблагоприятной. А с ноября проводятся дополнительные иммунизации. Однако смертельные случаи среди детей все-таки происходят. Два ребенка погибли, 15 сейчас находятся в тяжелом состоянии. Главный санитарный врач Айжан Исмагамбетова подчеркивает, что вспышка кори, в том числе последствия ковидных ограничений и карантина. На какой-то период приостановилась вакцинация. Затем люди боялись ходить в поликлинике, чтобы не заразиться ковидом. И в этот период как раз и накопилась прослойка неимонная, не вакцинировать детей. Почему у нас, по сути, болеют дети до 5 лет? Как раз это дети, которые родились в 2019 году, в 2018, то есть как раз это ковидные дети. Пандемия коронавируса со всеми последствиями заставила правительство разных стран задуматься о биологической безопасности. Члены УДКБ теперь намерены вместе противостоять вирусам и другим биоврагам. В первую очередь оперативно реагировать на угрозы. Развивать фармацевтический рынок в случае необходимости мобилизовать усилия для производства вакцин и других препаратов. Включение в состав УДКБ, он предполагает взаимодействие со странами УДКБ по всем этим вопросам. И, конечно же, это и подготовка кадров, это и проведение научно-исследовательских работ совместных, это и совместное реагирование, совместная разработка нормативно-правых актов. Вопрос биологических угроз, но уже в более масштабном плане, на 75-й сессии Генассамблеи ООН подняла президент Казахстана Касымжумар Токаев. Он выдвинул инициативу о создании агентства по биологической безопасности. Над этим сейчас работает МИД Казахстана. На сегодняшний день нами разработана концепция агентства и проект устава. Данные документы были распространены среди всех странов-членов ООН. В целом, хотелось бы отметить, что миссия агентства заключается в обеспечении мер безопасности и контроля, связанных с потенциальными биологическими и биотехнологическими угрозами. Помимо биологических угроз, сенаторы сегодня одобрили поправки в закон по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров. Новый орган будет функционировать в качестве акционерного общества со стопроцентным государственным участием. Даля Насипова, Дания Румар, Достан Тимрбекула, телеканал Алматы, Астана.